видно многим очень плохо потому что игорь например спрашивает хотелось бы узнать как классическая психология классифицирует крик игорь дорогой давайте еще раз мы сегодня говорим о тех людях которым действительно плохо которые оценивают свою жизнь как именно плохую плохо у них может быть все плохо со здоровьем плохо с детьми с мужьями и женами с любовниками и любовницами с начальниками на работе с экологией с городом в котором они живут зарплатами все что придет в голову к сожалению как я и предполагал тут есть сообщение друзьям они реально не по теме я даже не буду их читать чтобы не терять время просто игры привел в пример чтобы больше не писали и не звонили не по теме я конечно понимаю трудно признаться в том что у тебя плохая жизнь более того скажу когда мы делали голосование я изначально предполагал чем другое соотношение ну зная во-первых где мы живем и знаю так сказать проблему людей что большая часть слушателей напишут что они недовольны своей жизнью почему получилось 40 процентов недовольных а скажем не 80 не 90 потому что для человека трудно признать что и как бы ему плохо может быть ему действительно плохо но часто перед окружающими он этого не показывает об этом не рассказывает но не знаю уже почему у каждого свои причины видимо чтобы не чувствовать не знаю неудачником себя не чувствует что жизнь не удала и что у тебя проблемы и так далее вот и сейчас мы с наташей сидим около молчащего телефона честно вам скажу потому что наверное трудно признаться в том что или тебе плохо или у тебя все плохо тем не менее мы только начали разговаривать я надеюсь если люди захотят именно разобраться с тем почему им плохо а не думать так сказать о вопросах самолюбия неужели у нас есть первая смелая слушательница по имени маргарита здрасте маргарита здравствуйте лай собачий не мешает я отошла подальше вы молодец маргарита рассказывайте что плохого ну самый тяжелый момент это сын что сын 40 лет не работает так пьет никакие никак я себя чувствую просто полной дурой но по помочь ему никак не могу куда бы я не обращалась мне везде говорят что нужно его желание я это понимаю на желание то у него нет ли чем вы с ним вместе живете вместе же он не хочет жить отдельно я его надо спрашивать хочет он или не хочет ну а как это надо сделать разменять когда его нет дома и вывести его вещи и сообщить ему адрес нет вы имеете право давайте так наша задача не вне просто чтобы пожаловались да нет а чтобы мы как-то пытались эту проблему решать вы не первая мама которая говорит мне о том что жизнью невыносимо потому что ее сын наркоман или алкоголь не то что невыносимо жизнь дойдет тяжело особенно вместе смотрите что мы имеем да мы имеем жизнь вместе с 40-летним человеком не то что там большим просто взрослым просто да уже не совсем молодым да что это но молодой еще конечно но не настолько чтобы жить с мамой это ненормальная ситуация конечно у нее есть причины и конечно ваш сын вполне может лечиться если конечно захочет а вылечившись он может найти себе работу и вообще в общем то неплохо жить вместо этого он сам что называется не живет и не дает жить своей матери то есть вам у вас может быть чувство вины из-за этого живете со своим сыном вы боитесь за него да или вы считаете что вы не можете его одного оставить маргарина нет в чем проблема я бы его могла одного оставить но он категорически не хочет но понимаете в чем дело вы сами то хотите сама хочу ну тогда разменяйтесь и разъезжайте ну а как они это делают без его согласия технически без согласия да вы разделите вашу квартиру и обменяете свою долю на другую вот и все и все и оставить его здесь там с кем-то купит вашу долю я вам так скажу это конечно лотерея да то есть известно что после этого будет шансы на то что он возьмет себя в руки и у него уберут эту комфортную ситуацию с мамой достаточно велики что может он начнет лечиться хотя бы потому что пока он с вами живет он себя чувствует относительно безопасности и в том что чтобы с ним не произошло он как бы не один и получается как говорят наркологи такая созависимость вы являетесь как бы продолжением этой ситуации до его проблема становится еще вашей проблем это не то слово вы даже живя раздельно будете все равно об этом думать и переживать и понимаю но тем не менее это даст возможность 40-летнему сыну хотя бы оставшись одному и без вашей опеки попытаться что-то сделать может получится это единственно что вас вообще в жизни там не знаю нервирует тревожит от чего вам плохо или весь что то еще вы знаете ну как сказать я думаю что все исходит все таки и за из этого из этого он не только пьет он еще и контуженный и плохо видит на один глаз но это все следствие контузии там из иного не было до нет пенсии не получает а на что живет он очень хороший мастер очень все что когда-либо работала все у него будет работать его руках а он сейчас в состоянии будет работать если он скажет перестал пить работать работать в какой-нибудь конторе в учреждении он не был состоянии никогда а подзарабатывать состоянии сейчас может да я думаю не мое дело давать совета но нет дело в другом но не может 40-летний ребенок жить с матерью как я еще понимаю он не только ведь из-за контузии с вами живет он просто не хочет раздежаться не хочет это не история об инвалиде который не может жить один нет 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 в общем рога это думать это ваша жизнь а если мне например у меня есть возможность уехать на лет на шесть финляндию работать вот уехать просто и оставить но это вообще идеальная ситуация есть конечно ваш сын ничего с квартиры не сделает что уж я не знаю что алкоголь не может он ее пропить она принадлежит только мне он прописано но все а принадлежит она мне очень неплохая мысль а муж куда его девать началась есть еще одна проблема про мужа вы не говорили а муж и да муж физик и физик такой ну знаете какой то немножко как бы вам сказать избалованный слегка больше чем сын избалованный и все время всем недовольный все время всем вот все время он как ты ну то есть человек который только начал смотреть художественный фильм и сразу говорит что в конце фильма все умрут все погибли ну может депрессии судя по описанию да мне тоже так кажется опять или лечит или лечь но я может быть жестко вдвоем-то оставить они ведь вот тут они поубивают друг другу куда они еще об агрессивные ну сын бывает агрессивный муж никогда с ним в этот момент не пересекается просто не выходит из кабинета и все я думаю что вам действительно есть смысл менять квартиру это не отменяет финляндию одно другому не мешает то есть разменять мужа оставить в одной половине сына в другой и отвалить мне общат 63 года но вы молодцом понимаете в чем дело вот есть жизнь да есть причина по которой эта жизнь вас не радует не радует любой здоровый человек пытается избавиться от тех причин и за которые ему не радостно вот и все да в общем-то я это и сама понимаю осталось только сделать маргарита вам успехов спасибо вика 25 лет мешает жить тревогой депрессии врач поставил диагноз как справиться не знаю чувствовать де реализации беспомощности как жить ужас вика я не знаю какой диагноз вам поставил врач вы об этом не пишите собственно а если у вас есть тревога и депрессия то для того чтобы не задаваться вопросом как жить надо просто лечиться говоря по-русски бить антидепрессанты и против тревожные препараты андрей когда была тема про хорошей жизни все жаловались что все плохо теперь тишина андрей но я предполагал что так будет но вы знаете я считаю что это во-первых и мое желание и наверное еще и долг перед теми людьми которым действительно плохо и которые заявили о себе в размере 40 процентов от всех слушателей конечно это не полтора процента в принципе про полтора можно было поговорить на 40 это серьезная цифра чтобы с этими людьми поговорить джош пишет прошли передачи об избытке серотонина это недостатки но во-первых люди которым хорошо у них нет переизбытка серотонина потому что при при избытке серотонина себя человек тоже не очень хорошо чувствует константин добрый вечер здравствуйте что на что пожалуетесь вот такой вопрос живем с супругой уже 15 лет ребенку 5 лет родному и старше приемная у меня 16 сзади а вы не могли бы чуть погромче говорить потому что я очень вас плохо слышу и слушатели тоже слышат живем с женой 15 лет двое детей две девочки две девочки вот но отношения просто вот развалились с женой да я боюсь травмировать младшую дочь развод пугает что пугает развод если разводится вот очень сильно пугает из-за ребенка а сколько ей пять так и вот не знаю что делать потому что отношений уже никаких а как выражается для вашего уже пятилетнего ребенка история о том что его родители никакие отношения что она видит вообще вот посмотрите ее глазами на ваше отношение с женой что вы скажете что она наблюдает она наблюдает скандал она наблюдает разборки ежедневные так и вы считаете это все равно лучше чем если вы разойдетесь ну вот когда заходит разговор о разводе ребенок вообще впадает в истерику а вы с ребенком это обсуждаете нет просто ребенок при этом присутствует угу то есть предлагаете что лучше каждый день истерику чем один раз я правильно понимаю ну я сам понимаю лучше сразу чем всю жизнь я не говорю разводиться вам или нет я просто спрашиваю да вы говорите ребенок видит скандалы воистине отношений конфликты еще и разговоры о разводе да ребенок услышав разговор о разводе впадает в истерику но вы же и дальше продолжаете в присутствии ребенка так себя вести оба ну вот и а что будет с ребенком если вы разведетесь дайте об этом поговорим ну я вот не знаю я бы хотел забрать дочь а жена наверное не хотела что вы ее забрали ну видимо нет она пока об этом мне не говорила понятно а что на ваш взгляд сама дочь сказала бы дочь ну я надеюсь что ей хотелось бы остаться со мной ну когда вы говорили о разводе ваша дочь ничего не говорила по этому поводу нет она еще маленькая она еще не выражала ясно эти вещи понятно хорошо подумайте ну Александр пишет мне плохо потому что я не умею воровать и брать взятки но это вообще классика жанра Александру плохо потому что он не умеет воровать и брать взятки и мнение Александра хорошо тем кто умеет воровать и брать взятки говоря по-русски Александр считает что хорошо тем у кого есть деньги Александр вот если бы вы позвонили и объяснили что в вашей жизни изменится в смысле вашего самочувствия когда у вас будут деньги кстати не обязательно через воровство и взятки а просто каким-то волшебным образом мы бы с вами это обсудили к сожалению очень многие люди так считают почему к сожалению потому что мне не приходилось видеть счастливых богатых людей вы их конечно видите в индийских сериалах но да они там за деньги в общем то действительно широко улыбаются а вот насчет реальной жизни это вопрос очень спорный мы говорим сегодня с теми и о тех кому плохо да интересно устроена человеческая психика я вот сейчас вот о чем подумал наш слушатель который сейчас слушать эту передачу с удовольствием как я предполагаю смотрит какие-то драматические истории в кино по телевизору читает вполне себе драматических авторов и как-то это так проходит ну как культура целая но когда человека спрашиваешь в лоб тебе плохо люди говорят да не ну что нормально нормально ну не так прямо что плохо я просто смотрю сколько было сообщений Джош правильно заметил когда была передача о том как хорошо все жаловались ну не все конечно но большая часть а вот сейчас когда в лоб говоришь плохо мало сообщений мало звонков люди видимо не готовы вот так вот в лоб о себе так сказать тем не менее вот сама жизнь в которой живут многие люди она далека от слова хорошо я имею ввиду самочувствие человека что он чувствует как он живет его состояние тем не менее видимо вот буквально вот так вот в лоб сложно сформулировать что тебе плохо Львове Васильевне добрый вечер добрый вечер вы знаете что вот я по поводу телефонного звонка мамы 40-летнего мужчины ну вот вы ничего не сказали по поводу ответственности родителей 40-летнего сына вы считаете есть ответственность я считаю что да в каком смысле юридическая моральная прежде всего да моральная а если мать уедет то в чем будет ее не знаю предательство или что-то плохое расскажите в общем то мать должна заботиться о своих детей до конца так сказать бороться а вы не считаете что дети после 18 даже заботиться о своей матери вам такое не приходит в голову потому что у меня двое детей вот один у меня ребенок заботливый хотя он совсем маленький только что стал совершеннолетним так а второй ребенок почти что такого же возраста который обо мне не заботится и вы считаете это нормально нет это не нормально но я считаю что в общем то как бы я так вот и живу что я считаю что я должна нести ответственность за него тоже нет послушайте речь идет об ответственности речь идет о любви вы мать вы просто любите своих детей да сейчас ответственность пока уберем вы любите своих детей естественно конечно вы считаете нормально что когда дети вырастают ну давайте не 18 лет брать давайте возьмем 30 лет хорошо они могут и должны заботиться о своих родителей или вы с этим не согласны нет конечно я согласна но к сожалению у нас такое общество вы предлагаете матери а там еще отец есть который не выходит из кабинета когда сын в агрессии это тоже нормально ну в общем то вот у меня похожая история хотя я вдова вот и тем не менее я не могу вот бросить своего ребенка а не надо бы раз послушайте почему вы употребляете слова бросить куда его бросить на произвол судьбы что такое произвол судьбы для сорокалетнего мужчины ну а вы знаете что многие матери просто топят таким образом своих детей не дают самим развиваться потому что они под эгидой заботы на самом деле потому что своего смысла жизни нет никакого и они всю жизнь типа посвящают детям а дети под этой опекой никогда не могут стоять на ноги ну смотрите-ка вот например я воспитывала двух детей совершенно одинаково то есть я практически стал зрелым человеком очень рано и первого ребенка и второго воспитывала практически самостоятельно хотя я не так давно вдова но в общем то зрелая личность уже практически 20 лет потому что у меня были такие условия жизни когда в общем то мне пришлось стать рано взрослым человеком и воспитывая двух детей совершенно одинаково на мой взгляд значит вот первый ребенок который попал в 90-е годы во всю эту обстановку и будучи незрелым то есть первый ребенок попал в одну ситуацию и второй ребенок уже будучи рожден в конце 90-х значит все-таки в другая атмосфера и обстановка в обществе и так сказать в нашей стране и мне кажется что в общем то виновата не я потому что я всегда старалась быть примером для своих детей во всем и так сказать воспитывая их одинаково результат совершенно разный потому что общество очень изменилось и так сказать я считаю что я несу ответственность за второго ребенка тоже хотя он намного взрослее чем второй чем младший а сколько ему лет ну вот значит одному ребенку 18 младше а второму 33 круто дайте я без комментариев оставлю хотите нести ответственность несите это ваше право это ваши дети и не мое дело вмешиваться и давать вам советы я высказываю свою точку зрения вы свою кстати общество здесь вообще ни при чем и 90-е тоже Игорь который про крики у нас не писал в самом начале я сказал что не по делу он теперь пытается объяснить что он имел ввиду друзья мои по этой причине Игорь дорогой лучше звонить чем писать тогда все станет понятно он пишет да просто я и большей степени сестра несовершеннолетние не понимаем причин крика матери упрехов и вечного недовольства депрессия и видимо психопатия Игорь если вы об этом спрашиваете Олег из Вологды я алкоголик посещаю группы анонимных алкоголиков это помогает мне оставаться трезвым жизнь налаживается но мое эмоциональное состояние порой очень напряжено и мешает мне жить я связываю это с моим алкоголизмом с моим искаженным видением мира Олег вы умница вы молодец если вы хотите себе помочь чтобы еще легче было переносить вот эту трезвость то я вам советую обратиться к психиатру потому что алкоголизм это следствие депрессии если он вам решит приписать антидепрессанта то все будет гораздо проще и весь этот период пройдет безболезненно Игорь здрасте а мне плохо потому что я ленивый как побороть лень скажите пожалуйста ну я много раз говорил Игорь лень это сочетание отсутствия воли или проблемы с волей и отсутствие мотивов и желаний что-либо делать или что-то одно из двух надо разобраться или вы были подавлены в детстве родителями вас опекали и вы ленивый выросли потому что вы вообще не активный не самостоятельный и вообще не привыкли самореализовываться с детства или наоборот вас все время одергивали не давали вам я не знаю еще там с детского сада что-то делать есть такие родители которые там уйди не мешает и сломаешь это не трогай это не бери ты тут ни черта не понимаешь есть какие-то ситуации которые потом вызывает у человека то что вы называете ленью во взрослом состоянии надо с этим разбираться в прошлом пережила развод родителей то есть могу сказать что это лучше чем наблюдать ежедневные скандалы это пишет Соня она пишет звонившему мужчине посоветовал все-таки подпитать отношения с женой если не получится не мучите так ну давайте уже не будем обсуждать Михаил в том что мужчина все-таки достается инфанта ведь тот в этом виноват и чего Кощей нам написал и теперь всю жизнь отрабатывать свою вину что ли что за бред друзья мои у нас не так много времени осталось я хочу сначала от себя сказать если останется время я еще почитаю от себя я хочу сказать вот что нам всем почти кажется что нам плохо потому что и дальше идет список почему вот что-то в семье плохо с детьми плохо с работой с деньгами и так далее это уже в начале программы перечислял я не знаю обрадует вас это или огорчит но в 99 процентов случаев это у вас все в голове то есть на самом деле причина не в том о чем вы думаете вот даже звонок этой мамы сорокалетнего сына говорит о том что ей плохо не потому что вот такой сын или такой муж а потому что она себя так чувствует потому что у нее есть возможность и видимо и раньше была возможность и разъехаться и развестись с мужем уехать в финляндию работать если бы она действительно стремилась жить хорошо но в силу своей своих проблем она живет именно вот в этой системе где есть муж которого она не любит и который она считает более сбалованным чем сын есть сын который с одной стороны проблемный с другой стороны неприемлемый для жизни и она в этом во всем живет многие из вас скажут я работаю мне не нравится моя работа но у меня нет другой работы а вот кстати к передаче были вопросы там а я у нас в городе другую работу найти и так далее друзья мои это все в вашей голове вы так чувствуете вот вы особенно в состоянии депрессии чувствуете себя загнанным в угол как будто ничего мира другого вокруг нету то как вы живете как вам плохо это как бы и есть жизнь в вашем представлении поверьте есть другая жизнь и есть другие состояния можно чувствовать себя счастливо можно чувствовать себя довольно и радостно более того вы наверное прекрасно понимаете что есть люди которые там тоже трудно живут да может быть тяжелее чем мы с вами но им хорошо у них это тоже в голове им хорошо не потому что у них есть деньги или у них есть другая работа или они счастливо вышли замуж им хорошо потому что а у них легкий характер у них такое состояние почему с нами так происходит но большая часть причин конечно кроется в детстве потому что такие ситуации были в родительской семье в отношениях родителей с детьми но этим можно заниматься можно идти к психологу можно идти к психоневрологу главное желание жить хорошо если такое желание есть человек эти проблемы решить может что я вам желаю и прощаюсь с вами пока пока